Они танцуют акробатический фристайл. Это шоу с элементами акробатики, трюков и высоких поддержек от полутора метров. В Одессе есть детский коллектив Elite Dance, который уже стал чемпионом мира и Европы. В апреле они привезли очередную большую награду и сейчас собираются на Кубок Украины. Как рождаются чемпионы и как это жить танцуя. Смотрите в следующем сюжете. В перерывах они, как обычные дети, хихикают, кричат и кувыркаются. Но когда тренер заходит в зал, все по стойке смирно. Здесь дисциплина на самом высоком уровне. Это далеко не те маленькие дети, которые были беспомощные, толстенькие, милые. Теперь это взрослые уже спортсмены. Тренер Екатерина Кормаш знает каждого с трехлетнего возраста. Начинали с общей подготовки, потом растяжка, гимнастика, акробатика. Сейчас им уже по девять и это настоящие чемпионы. Я начала вважать на другие международные турниры, видеть уровень, привозить технику сюда. Мы сидели до ночи, разбирали сначала по видео, потом приглашали тренеров. Так, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Это как снежный ком, но все идет по накатанной. Главное, как говорится, в это дело втянуться и влиться. А начинались победы с Кубка Одесского региона в 2012-м в категории мини-кидс. И сразу три первых места. Потом чемпионат Европы в 2015-м. Чехия, Либерец. Было тяжело, но с таким тренером ничего не страшно. Было тяжело, потому что были проблемы с визами. Потом были проблемы с автобусом. Были проблемы с тем, что дети не готовы к 24 часам дороги на трансфере на автобусе. Денег реально на авиаперелет у нас не было. Поэтому мы добирались полные сутки без простоя. У нас автобус стоял всего лишь два или три часа. Детям было очень тяжело. И со всей Украины, представляя сборную Украины, мы единственные приехали и через два часа начали выступать. Тогда ребята собрались и стали абсолютными чемпионами мира в категории акробатический фристайл, произведя настоящий фурор. Мы отдыхнули и пошли на сцену. У нас сложно не было, потому что мы были всей командой. А вот самую последнюю награду команда Элит Данс привезла в апреле из Сталина, где стали официальными чемпионами Европы и мира по спортивной акробатике и фристайлу. Я думала, какой мы сильный коллектив, какой мы дружный, что мы молодцы, что получили первое место. По словам ребят, секрет такой особой силы на первый взгляд прост. Мы много должны кушать, спать, раньше ложиться. А кроме этого, сильный тренер, терпение и усердный труд. Три часа силовой закачки и еще 18 часов тренировок в неделю. Они могут легко поднимать и переносить друг друга, а еще трюки и акробатика. Идеальная физическая подготовка. Ну и, конечно, все они настоящие бойцы. У этих худеньких и ловких по-настоящему железные нервы. Каждая победа одна на всю команду. И главное правило – не конкурировать между собой и не ссориться. Потому что семья. Это командная работа у нас. Это постоянно у нас в конкурсах один кубок на всех. Вы его никак не разделите. Кстати, на всех соревнованиях всегда с собой флаг родного города и родной страны. Хотят, чтобы об Одессе знал весь мир. А сейчас у ребят усиленные тренировки. 14-15 мая на Кубок Украины. А еще через 4 месяца отборочный турнир чемпионата мира в Испании. И вся команда «Элит Данс» верит, что оттуда опять привезет медали. Чтобы пополнить коллекцию. Анастасия Симонова, Игорь Казанжи. Седьмой канал. Анастасия Симонова.